Время новостей. У обелиска Победы состоялось возложение цветов, погибших почти минутой молчания. Ненецкий округ присоединился ко всероссийской акции «Сад памяти», главная цель которой высадить 27 миллионов саженцев. Каждое дерево – символ памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Герои в белых халатах. Профессиональный праздник отметили медики. Для тех, кто в это время находился на своих рабочих местах, творческие коллективы организовали выездной концерт. На борт самолета в маске и перчатках. Стоит ли бояться летать в период пандемии и какие меры безопасности принимаются авиаперевозчиками? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Сегодня в России отмечается День памяти и скорби. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Традиционно в 4 утра во всех регионах страны проходит акция «Свеча памяти». Ненецкий округ не стал исключением. У обелиска Победы состоялось возложение цветов и зажжение свеч. Участие в акции приняли представители законодательной и исполнительной власти субъекта, военные и спасатели, общественные деятели. «Свеча памяти» не просто знак всеобщей скорби, но и символ единения народов, которые пережили войну. Акция проходит уже в 12-й раз. Ее организует Всероссийское движение «Волонтеры Победы». В Ненецком округе она проходит под эгидой регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. В России завершилась акция «Сад памяти», которая была приурочена к годовщине 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Именно поэтому Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев «Победы» выступили с инициативой создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. Об итогах акции в Ненецком округе расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Семья Колосовых чтит память своих предков, из поколения в поколение передавая истории дедов и прадедов, которые прошли Великую Отечественную войну. Эти сосны мы посадили весной 2020 года в память о наших предках, в память о Колосове Александре Ивановиче, который погиб под Тверью осенью 1942 года, и Бочарове Ермолая Ивановиче, который погиб под Смоленском тоже осенью 1942 года. Наши предки они в наших сердцах, а деревья в наших садах. Интересная история у Владимира Макеева. Он еще в детстве вместе с дедом, участником Великой Отечественной войны, высаживал деревья. Поэтому, когда Владимир узнал про акцию, не раздумывая, решил принять участие. Узнав про эту акцию, я с удовольствием принял в ней участие. Благодаря, опять же, моим товарищам удалось посадить эти маленькие деревца. Ну и дай Бог, чтобы они напоминали об участниках войны, о наших близких, которые, значит, дожили, не дожили, которые позволили нам жить в этом хорошем будущем. Алексей Пленокос вместе с дочерью также присоединились к акции, посадив два саженца сосны в честь деда и прадеда семьи. Первый из них посадили в честь Калинина Василия Семеновича, который прошел фронт начиная с 1942 года и вернулся только по осени 1946 года. Он воевал в Сепостополе, в Сталинграде, был на Олховском фронте и закончил войну, по сути, под Кёнигсбергом. В период пандемии коронавирусной инфекции на территории России формат акции был изменен. Жителям страны, проживающих в частных домах, предложили высадить дерево у себя на участке, а после поддержать акцию в соцсетях и отметить свое дерево на интерактивной карте на официальном сайте САД памяти. Тем, кто не мог посадить саженца, было предложено нарисовать, смастерить подделку, аппликацию «Живое дерево» и также разместить ее на сайте. САД памяти – это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам. Это не просто акция, а начало новой традиции. Место для своего САД памяти нашлось в каждом городе по всей России – от Владивостока до Калининграда. За время акции было высажено более 26 миллионов саженцев. В Ненецком округе началось досрочное голосование по внесению поправок в Конституцию России. Отдать свой голос раньше 1 июля смогут кочевники, работники нефтяных месторождений и метеостанций. 20 июня свой гражданский долг уже исполнили сотрудники ОГМС «Северное» и Песчано-Озерского месторождения на острове Колгуев, а также на Харьяге. На данный момент в досрочном голосовании приняли участие 294 избирателя. Всего, по предварительным данным избирательной комиссии Ненецкого округа, досрочно в регионе проголосуют от 3,5 до 4 тысяч человек. Месторождения, где объявлен карантин по коронавирусу, закрыты для членов участковых комиссий. Тему продолжит Мария Даник. Голосование по внесению поправок в Конституцию России по указу президента состоится 1 июля. Этот день в стране объявлен выходным. Избирательные участки, как и на любых выборах, будут открыты с 8 утра и до 8 вечера. Впрочем, комиссии начнут свою работу гораздо раньше, с 25 июня. До 30 июня они будут принимать избирателей с 12 часов дня до 8 часов вечера. Гражданам также будет предоставлена возможность воспользоваться именно вот этим периодом времени в силу своих личных обстоятельств. Либо они в это время, точно так же, если подавали заявление, они могут пригласить участковую избирательную комиссию к себе на дом и проголосовать на дому. Для чего это все сделано? С учетом сегодняшних реалий нашей жизни, то, что у нас в нашем регионе и в ряде других регионов по Российской Федерации введен режим повышенной готовности, соответственно, обязаны соблюдать меры, санитарно-гигиенические меры при проведении любых мероприятий. По рекомендациям Центральной избирательной комиссии, согласованных с Роспотребнадзором, на избирательный участок могут допускаться от 8 до 10 человек в час. Однако это не означает, что большее количество людей не пустят. Все, что необходимо, соблюдает социальную дистанцию. В целом же в регионе все готово для безопасного проведения голосования. Закуплены средства индивидуальной защиты, антибактериальные салфетки, халаты, маски и перчатки, защитные экраны. К 25 июня они будут доставлены на все избирательные участки. Списки избирателей будут печататься непосредственно уже с паспортными данными граждан, которые включены туда. Гражданин, придя на избирательный участок, будет предъявлять свой паспорт в развернутом виде, чтобы член комиссии его не брал своими руками, хотя они все будут сидеть в перчатках нитриловых. Но, тем не менее, будут смотреть на расстояние паспортные данные, регистрацию. И, соответственно, после того, как найдут гражданина в списке избирателей, гражданин воспользуется своей персональной ручкой, которую ему выдадут, распишется в списке избирателей, получит бюллетень и проголосует. Для голосования по поправкам в Конституцию в Ненецком округе будет открыто 55 избирательных участков. Напомню, что проголосовать можно будет и на дому. От граждан поступило 165 соответствующих заявлений. Еще порядка 1400 жителей Ненецкого округа открепились, чтобы проголосовать по месту нахождения. Мария Даник, Владислав Носкин, Телеканал «Север». И в продолжении выпуска информация о заболеваемости COVID-19 на территории Ненецкого округа. По данным на 20 и 21 июня в регионе лабораторно подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Один пациент был доставлен в Ненецкую окружную больницу с Наульского месторождения. Второй – житель Нарьинмара, недавно вернувшийся с Большой земли. Заболевание выявлено в период его нахождения на обязательной двухнедельной самоизоляции. По состоянию на утро текущего дня новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в округе не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в Ненецком округе лабораторно подтверждены 97 случаев заболевания COVID-19. 70 пациентов выздоровели. Из 70 человек 21 – это жители округа, 44 – с месторождения Варандейская, 3 человека – с месторождения Титова и 2 – иногородних человека. В настоящий момент 10 человек получают стациональное лечение в Ненецком окружной больнице. Из них 3 жители округа, 5 человек с ТПП УКО «Севернефтегаз» поселок Харягинский, один иногородний, и одного человека госпитализировали с месторождения Наузское. И один человек с месторождения Северных Сабиевых был госпитализирован в ЦРБ города Усинска. И на сегодняшний день там получают лечение. На амбулаторном лечении на Харяге находится 14 пациентов. На самоизоляции в домашних условиях в Нарьинмаре и поселке Искателей – 344 человека, в обсерваторе – двое. С начала пандемии снято с контроля 1791 человек, в том числе 40 за прошедшие сутки. С начала пандемии в Ненецком округе проведено 3958 исследований на коронавирус. Напомню, в Ненецком округе продолжают действовать ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В частности, масочный режим и необходимость соблюдения физической дистанции не менее полутора метров. Накануне в стране свой профессиональный праздник отметили медики. Многие врачи, медсестры и санитары встретили его в стенах инфекционного отделения. Это те, кто в эти дни находится на передовой борьбе с коронавирусной инфекцией. Специально для них артисты Дворца культуры Арктика и Клуба «Созвездие» организовали концерт. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Поздравления с профессиональным праздником эти герои принимают в режиме онлайн. Именно эти медики находятся на передовой борьбе с коронавирусной инфекцией. Врачи, медсестры и уборщики служебных помещений. Всего их 12 человек. Я хочу вам сказать большое вам спасибо за вашу работу. Вот сегодня вы герои, которые несут эту вахту, несут эту вахту и отвоевывают у этой тьмы, у этой заразы жизни. Еще раз спасибо вам большое. Поздравляю вас всех с праздником. И для того, чтобы вы почувствовали частичку нашей теплоты, чтобы она каким-то образом донеслась до вас и в ковидное отделение инфекционное, и в реанимацию, вам обязательно передадут от нас сладкие подарки. В свою очередь медики поблагодарили временно исполняющего обязанности губернатора Ниницкого округа. По окончании сеанса видеоконференц-связи Юрий Бездудный пригласил медработников на концерт, который проходил прямо под окнами инфекционного отделения. В День медика мы решили нашими направлениями культурной и молодежной политики организовать такие поздравления нашим героям и провести несколько акций. Первая из акций в части культуры была организована мы средствами нашего Дома культуры Арктика и поселком Искатели организовали такой мини-концерт возле стен больницы. Для врачей, которые сейчас работают в красной и в зеленой зоне, сделать такую благодарность от культуры для наших врачей. Сразу после концерта прошла экологическая акция. Представители власти и активная молодежь высадили пять саженцев березы у инфекционного отделения. Хотелось бы от всей души поздравить наших медицинских работников и тех, кто рядом с ними трудится в этот сегодняшний день, в праздник. От всей души пожелать здоровья, потому что медики выбрали профессию, которая дарит людям здоровье и жизни. И в свою очередь бы хотелось бы им пожелать, чтобы у них в семьях все было хорошо, благополучно, чтобы близкие отнеслись с пониманием, особенно в столь трудный период. Уважаемые коллеги, хочется поздравить все наши медицинские организации Ненецкого автономного округа с днем, с профессиональным праздником, днем медицинского работника. Мы все с вами знаем, что в медицину случайные люди не приходят. Всех хочется пожелать крепкого здоровья, благополучия, всего самого хорошего. Безусловно, большая благодарность администрации Ненецкого автономного округа, которая устроила такой небольшой, но довольно-таки достойный и хороший, красивый праздник. И поздравили наших медиков концертом, подарками. Естественно, все эти акции, они помогают, укрепляют коллективы, помогают работать, в том числе в части оказания медицинской помощи нашим гражданам. Добавлю, также стартовала акция «Мой папа-герой» и «Моя мама-герой». Сотрудники молодежного центра выезжают на дом к детям, чьи родители сейчас работают на передовой борьбы с COVID-19 и рассказывают о том, насколько важна, нужна и трудна работа медиков. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Заведующему детским отделением Ненецкой окружной больницы Владимиру Чудочину присвоено звание «Почетный врач Ненецкого автономного округа». Церемония награждения медицинских работников региона прошла во Дворце культуры Арктика. За профессионализм, личный вклад в развитие системы здравоохранения медикам вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Он мечтал летать, а стал лечить. Реализовать заветную мечту не удалось по состоянию здоровья. Поэтому намерение дарить здоровье другим стало делом всей жизни главного врача детского отделения Ненецкой окружной больницы Владимира Чудочина. Признается, мысли о том, чтобы сменить работу, не было никогда. В последнее время я достаточно часто, ну не часто, я прихожу на работу очень рано. И однажды, приезжая на работу в 7 часов, у меня дежурный персонал спросил, что случилось. Ну они думают, что я опоздал. А я пришел на работу чуть попозже. За свой труд Владимир Чудочину достоин профессионального звания «Почетный врач Ненецкого округа». Еще одну высокую награду, почетную грамоту Совета Федерации, вручили врачу-неонатологу родильного отделения Елизавете Рудницкой. Всего в региональной системе здравоохранения работает около 150 врачей. Около 600 человек – средний медперсонал. И каждый вносит свой вклад в развитие системы здравоохранения Ненецкого округа. Особенно сейчас. Самое ценное у нас – это наше здоровье, наша жизнь. И, наверное, наши врачи, если мы посмотрим, особенно, как вы правильно сказали, в этой ситуации, делают все возможное и невозможное, потому что, если брать статистику по всей стране, то, наверное, Ненецкий автономок в этой статистике по борьбе с коронавирусной инфекцией новой выглядит намного лучше, потому что, еще раз повторюсь, наши медики перекладывают все усилия, и, соответственно, мы получаем такой, можно сказать, хороший результат. За работу по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ненецком округе заслуженные награды из рук главы региона получили медработники окружного противотуберкулезного диспансера, взрослой поликлиники, центральной районной поликлиники, клинической лаборатории. Всего к наградам различной степени было представлено более 20 медработников Ненецкого округа. Наступил сезон отпусков. Правда, в этом году тем, кто собирается отправиться на отдых, не совсем легко. Например, для авиапутешественников есть целый ряд требований. В соответствии с указаниями Минтранса все пассажиры должны находиться на борту самолета в средствах индивидуальной защиты. О тонкостях авиаперевозок в условиях пандемии в следующем материале. Маска и перчатки – необходимый атрибут для совершения перелетов между регионами. Таковы указания Министерства транспорта России. Поэтому необходимо заблаговременно приобрести так называемые СИЗы. Впрочем, если вы в терапиях забыли индивидуальный защитный комплект, можно приобрести его в аэропорту. Например, авиакомпания «Смартавиа» предоставляет услугу в собственных офисах продаж. Ну, или можно приобрести наборы при покупке билетов на сайте. Если полет длится более трех часов, то мы выдаем маски на замену пассажирам. То есть у нас обеспечена полная безопасность. Ну, как пассажиры? Отнеслись к таким мерам? Наверное, с пониманием все-таки, да? В большинстве своем, да, конечно, с пониманием, потому что, понимая, что происходит в мире, люди заботятся о своем здоровье. Ну, есть, конечно, такие, с которыми приходится индивидуально, опять же, разговаривать, убеждать, но они, в конце концов, следуют нашим рекомендациям. Добрый день, уважаемые пассажиры. Приветствую. Обработка рук санитайзерами при входе на борт воздушного судна – еще одна мера противоэпидемической безопасности. В течение полета пассажирам не рекомендуется покидать свое кресло. Исключение – поход в уборную комнату. Кстати, пока самолет следует из пункта А в пункт Б, бортпроводники также находятся в масках и перчатках. В первую очередь, главное – это безопасность, обезопасить пассажиров. Поэтому у нас перчаточно-масочный режим, обработка санитайзерами, обработка поверхностей. Коронавирусом можно заразиться, и не только ведь на самолете, а тут все меры приняты, поэтому я считаю, что не стоит бояться. Между рейсами производится дезинфекция салона воздушного судна. В транзитных аэропортах этим занимаются бортпроводники. В крупных хабах – специальная санитарная бригада. Кстати, на всех самолетах авиакомпании недавно были установлены новейшие воздушные фильтры. Они позволяют очищать воздух в системе кондиционирования согласно самым строгим международным санитарным нормам. В условиях пандемии, конечно, жизнь поменялась у всех, не только у нас. И это накладывает определенные сложности в нашей работе. Как вы уже заметили, мы ходим в масках, перчатках, как и везде. Сейчас в стране принято, обрабатываем. И согласно методичке, методических показаний от Минтранса, мы сейчас находимся на первом этапе по выходу из эпидемиологического режима. То есть сейчас первый этап у нас проходит. Пассажиры у нас, как вы посмотрели, летают в масках, перчатках. На входе самолет обрабатываются следующими средствами, составами руки. Что же касается двухнедельной самоизоляции по прилету, здесь все зависит от региона, в который вы отправляетесь. Например, в Архангельске, Санкт-Петербурге или Москве не запрашивают справки о прохождении теста на коронавирус. В Ненецком округе до 3 июля введены ограничительные меры. Поэтому по прибытии в окружную столицу необходимо показать справку с отрицательным заключением о COVID-19. Алина Ваучейская, Антон Водряков и Алексей Седых, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok